Третья книга Моисея, Львит, глава одиннадцатая. И который жует жвачку, ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, не чист он для вас. И тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, не чист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у ней раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас, мясо их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Из птиц же гнушайтесь сих, орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породою его, Всякого ворона с породою его, страуса, совы, чайки и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря. Все животные, присмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех присмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них, саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое, присмыкающиеся, крылатые, у которого четыре ноги, скверны для вас. От них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четверногих те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто и прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Вот что нечисто для вас из животных, присмыкающихся по земле. Крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, летаа, хамет и тиншемет. Сии нечисты для вас из всех присмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним, мертвым, нечист будет до вечера. И все, на что упадет, которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же который-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем будет нечиста, и самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечиста будет. И всякое питье, которое пьют, во всяком таком сосуде, нечиста будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечиста будет. Печь и очаг должно разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми. А кто прикоснется к трупу их, тот нечист. И если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, когда вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас. И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то прикоснувшийся к трупу его, нечист будет до вечера. И тот, кто будет есть мертвичину его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. И тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Всякое животное, присмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах, И многоножных из животных, присмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны. Не оскверняйте душ ваших, каким-либо животным, присмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я, Господь, Бог ваш. Освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. И не оскверняйте душ ваших, каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я, Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, присмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого, и животных, которые можно есть, от животных, которых есть не должно. Глава двенадцатая И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи с нам, Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет семь дней, как во дни страданий ее очищением она будет нечиста. В восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его, и тридцать три дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста две недели, и шестьдесят шесть дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дни очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу с киней собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот закон о родившей младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Глава тринадцатая И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, Когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишаи или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на семь дней. В седьмой день священник осмотрит его. Если язва остается в своем виде, не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие семь дней. В седьмой день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна, и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи, и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже, после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым, и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыло все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое. Он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратиться в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым. Он чист. Если у кого на коже тело был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на семь дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тело будет обжог, и на зажившем обжоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне измелся в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на обжоге. И священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на семь дней. В седьмой день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малоприметно, то это опухоль от обжога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от обжога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и оно окажется углубленную в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость. Это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленной в коже, и волос на ней не черный, то священник, имеющего язву паршивости, заключит на семь дней. В седьмой день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленной в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на семь дней. В седьмой день священник осмотрит паршивость, и если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленной в коже, то священник объявит его чистым. Пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист. Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черным, то паршивость прошла, он чист, священник объявит его чистым. Если у мужчин или у женщины на коже тела их будут пятна, пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже, он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый, он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый, он чист. Если же на плеши или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеши его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновато на плеши его или на лысине его, видом похожий на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть непокрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист! Нечист!» Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Если язва проказа будет на одежде, на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожанном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы, должно показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженной язвой на семь дней. В седьмой день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду, или основу, или уток шерстяной, или льняной, или какую бы то ни было кожаную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая, должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на семь дней. Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего, и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожаную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе и на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok